Компания «Лукойл» впервые в своей истории заходит в Краснодарский край для того, чтобы начать промышленную добычу нефти. Но сначала в этом году начнутся геолого-разведочные работы. Перед подписанием соглашения о сотрудничестве в правительстве края состоялось рабочее совещание. Губернатор Виктор Толоконский представил министров и заместителей, чтобы сотрудники компании «Лукойл» могли напрямую взаимодействовать для реализации крупного инвестиционного проекта. Президент «Лукойла» Вагит Олегперов, в свою очередь, тоже познакомил министров со своими заместителями. Подчеркнув важность проекта, губернатор края и президент нефтяной компании подписали соглашение на три года. Соглашение подписано. Согласно договоренности, компания «Лукойл» в этом году должна начать геолого-разведочные работы на Таймыре, чтобы объективно оценить нефтяные запасы для добычи. Кроме этого, по условию заключенного соглашения, «Лукойл» выделит в течение трех лет 350 миллионов рублей на развитие социальной сферы Таймырского района. В частности, будут построены интернат, спортзал и досуговый центр. Как отметил президент компании Вагит Олегперов, несмотря на падение мировых цен на нефть, сейчас самое время для вложения средств в крупные инвестиционные проекты. Я надеюсь, что этот период сегодня даст возможность компании для динамичного развития. Мы вошли в проект Таймыра. Мы сегодня активно работаем над проектами на территории Ирана, Мексики. Новые страны, которые открывают для нас новые возможности. Финансовый потенциал компании и та сбалансированная политика наша за последние годы позволяет нам уверенно смотреть на среднесрочный период времени. Даже при сегодняшней цене. Как отметил губернатор Крайвиктор Толоконский, уже на подготовительном этапе будут созданы новые рабочие места и дан импульс для развития экономики Таймыра. Например, геолого-разведочную работу будут вести компании, расположенные в Хатанге, а перевозка грузов укрепит транспортную инфраструктуру Таймырского района. Решение компании «Лукойл» провести там разведку и подготовиться к промышленной добыче, это, безусловно, очень важно для будущего Таймыра и для укрепления всего экономического потенциала края, потому что добыча нефти – это всегда серьезная корреляция с доходами бюджета, это всегда развитие многих смежных отраслей. О возможных объемах добычи нефти в Лукойле пока не говорят, все станет понятно после проведенной разведки. Если же добыча нефти на Таймыре будет признана экономически обоснованной, то тогда соглашение о сотрудничестве с краем будет подписано уже на 10 лет. Андрей Стердым, Денис Тимошенко, Новости.